МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Вы смотрите трибуну нового века, трибуну депутата, программу, создаваемую при поддержке Государственного Совета Татарстана. Как всегда, в фокусе событий, самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии, предложения – все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. АПЛОДИСМЕНТЫ Количество приютов, предназначенных для содержания бездомных животных, должно увеличиться во всех российских городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Такая новость не так давно облетела лентой информационных агентств. Идея хорошая, ведь вместе с администрациями городов отловом животных и уходом за ними должны заниматься зоозащитники. Как выяснили журналисты, в некоторых городах активисты готовы даже помогать оформлять документы на бродячих животных болельщикам, если тем приглянется бездомный кот или пес. В теории все очень даже хорошо. Ну а как обстоят дела на практике? Проблему бездомных животных в Татарстане сегодня обсудим с моим соведущим, председателем Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахиром Галимзяновичем Хадеевым. Здравствуйте, Тахир Галимзянович. Также сегодня в нашу студию приглашены Евгений Николаевич Иванов, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Республике Татарстан. Здравствуйте. Габдулхак Гусманович Матыгулин, заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан. Добрый вечер. Рустам Хаметович Равилов, ректор Казанской ветеринарной академии, профессор. Здравствуйте. Евелина Нураливна, Скрипочкина, член Татарстанской Республиканской Молодежной Благотворительной Общественной Организации Зоозабота. Добрый вечер. Такир Галимзианович, ранее средства массовой информации со ссылкой на главу Думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова сообщили, что Оргкомитет России 2018, который занимается подготовкой к матчам чемпионата мира по футболу, и Минспорты России намерены обязать регионы, где пройдут матчи турнира, построить приюты для бездомных животных. И вот теперь вопрос. А выполненный Татарстан это поручение? Во-первых, я считаю, значит, этому надо готовиться не только в связи с предстоящим чемпионатом. Это вопрос, он, да, постоянный. И к этому вопросу Комитет Государственного Совета нашей Республики по экологии, природопользованию, агропромышленной, продовольственной политике постоянно, значит, мы заслушиваем, встречаемся, бываем на местах, потому что проблема, она системная. Требует, значит, участия и граждан, и в том числе власти, бизнеса, общественности. Поэтому я не скажу, что сегодня у нас построены именно вот сейчас новые приюты. У нас имеется, значит, один приют, вот, значит, в Казани. Я думаю, значит, представители, значит, исполнительного комитета здесь, они более подробно расскажут. И полагаю, что это не должно быть связано только с предстоящими, скажем, играми, чемпионатом. Ну, если уж так подойти, вот эти вопросы, которые, значит, бездомных, значит, собак, животных, домашних животных, регулируются двумя государственными, значит, законами нашей Республики. Первый закон был принят в 2012 году, это январе, и второй, значит, в 2014 году, где в марте, о некоторых вопросах содержания домашних животных. Они являются тем инструментом, который регламентирует взаимоотношения общества и животных, в данном случае беднозорных собак. Ну что ж, сегодня в нашем эфире мы обсуждаем проблему бездомных животных в Татарстане. Мнение экспертов по этому вопросу мы послушаем чуть позже, а пока небольшой блиц-опрос с улиц Казани. Как-то все-таки ответственность каждого хозяина за своего питомца должна быть, а иначе не получится, потому что у нас, как везде, одно переносится на другого, этот меняет на того, а в итоге вот я живу в центре города, и, конечно, очень большое количество животных, которые бездомные, их вроде с одной стороны жалко, с другой стороны как бы маленькие дети их боятся, и надо этот вопрос, конечно, сложный, на уровне, я не знаю, наверное, все-таки государство должно побеспокоиться о том, что это не такая простая проблема, как кажется. Лучше не разводить, чтобы такого не было. Кто разводит, пусть ответственность несет какой-то. Какой ответственность? Ну, животное, если заводишь, это же обязывает. Это равносильно член семьи твоей. пить рублем? Ну, не рублем, это было бы неправильно, наверное, даже не знаю, как сказать. У нас вот кот был, но он умер, но это была ответственность большая. Если захочешь, не уедешь, куда надо, едешь, с собой берешь, одного дома не оставишь. Констрировать, то есть стерилизовать, и пусть себе живут. А владельцы домашних животных должны нести какую-либо ответственность? Обязательно должны. А вот к какой имени? Ну, вот то, что они вот на прогулку выходят собаки, за собой надо убирать за ними, чтобы это не гадили, зелень. А тем, кто выбрасывает на улицу животных, что с ними делать? Ну, таких наказывать, я думаю. Я считаю, чтобы сократить количество бездомных животных, нужно открывать приюты, и как бы государство должно обеспечивать для приютов получать материальную какую-то помощь. потому что средства волонтеров и их поддержка только на этом и держатся приюты. Просто говорю, надо тогда создавать больше приютов, чтобы животные не находились на улице, а были в приютах. И все. Что с ними делать потом? Искать хозяев, усыплять или что? Хозяев достаточно много же берут людей из приютов, там, собак, кошек, животных. А вы бы сами взяли животные из приюта? Да. Почему нет? Я уже брала кошку. Ну что ж, а теперь продолжим наш разговор. Евгений Николаевич, первый вопрос вам. По некоторым оценкам, на сегодняшний день в России более 51 миллиона бездомных животных. Расскажите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, в первую очередь повинен в таком огромном количестве брошенных питомцев? Ну и как, собственно, эту проблему решать? Ну, повинен, во-первых, сами хозяева этих животных. Многие вот для детей в летний период, когда переезжают жить на даче, заводят котят, собак, и в течение лета их там содержат, ухаживают за ними. И когда приходит осень, они сами переезжают в городские квартиры, а вот этих собак, котят, которые завели, оставляют там, на даче, на естественное выживание. Вот это один из фактов бездомных животных. Есть, наблюдается еще, бывает, что человеку куда-то срочно надо переехать с одного города или даже в другую страну. Он уже не может с собой взять своих питомцев. Бывает, тоже они выкидывают на улицу. Бывает такое, что у одного из членов семей возникает аллергия на домашних животных. То есть, все это какие-то бытовые причины. Это все накапливается, причина. Ну, еще одна причина есть разомножение этих животных, бездомных животных. Они же, естественно, разомножаются, и каждым годом все это увеличивается. Я прошу прощения. Здесь вот у нас ученые. Вот если теоретически так посмотреть, я посмотрел литературу, и так, значит, ознакомился. Александр Памьетович говорит, значит, собаку в год сколько принесут пометов? Два, по-моему, да? В среднем собакам приносят два помета, хотя есть некоторые собаки, которые приносят и три, может и меньше, может быть один помет. Ну, вот, скажем, в каждом помете где-то семь щенков будет? Ну, в среднем бездомные животные, у них не такая большая плодовитость. В среднем по подсчетам, в основном это зарубежные подсчеты, где-то около пяти-шести щенков в среднем. Да, но это еще создает угрозу распространение такого болезни, как бешенство, основными переносчиками которые у нас являются собаки, кошки, которые может и передать через укус уже человеку. Вообще, существует ли какая-то статистика сколько бездомных животных в Татарстане, может быть, в городе Казани? На сегодняшний день такой статистики, как я вот смотрел через средства массовой информации, через интернет, такой статистики я не нашел. Именно какое количество бездомных животных Ну, они же не могут сами прийти регистрироваться. Но по России их все-таки как-то посчитали. Ну, это, наверное, чисто теоретически. Габдулхак Гусманович, на смену массовому отлову и отстрелу животных, который практиковался в Советском Союзе, в современную Россию пришла программа стерилизации. Распространен ли этот метод по регионам нашей страны? Ну, и как вы считаете проблему бездомных животных можно решить таким вот образом в Татарстане? С 1999 года отстрел по всей Российской Федерации запрещен. Отстрелом не занимаются, но по каждому региону принимается свой собственный документ, указ. У нас в республике принят закон 9 ЗРТ, где наложены органами местного самоуправления следующие государственные полномочия. Это отлов безнадзорных животных, содержание безнадзорных животных, пункты временного содержания и регулирование численности безнадзорных животных. Это что это такое? Это стерилизация и кластрация. Вот этот путь, вот этот метод это основной. Это стерилизация и кластрация. Какие результаты он дает? Насколько он эффективен на ваш взгляд? Он эффективен, имеется мировой опыт, мировой опыт, в частности в Германии, в Великобритании, во Франции, обязательно в приют, обязательно стерилизуют. Ну, понятное дело, должно быть гуманное отношение к собакам, кошкам. Они всячески их пытаются и у них получается за границей они устраивают новым хозяевам. В конечном счету все равно часть умерщвляет. Без этого никак. Определенная часть. Определенная часть. Но есть у них развиты очень, допустим, в Германии там 500 приютов, но они их содержат не государство, не за бюджетные средства, за деньги, за финансовые средства зоозащитных организаций общественных. Ну, об иностранном опыте сегодня в программе мы еще поговорим. Рустам Хамедович, многие эксперты говорят, что в России попросту не существует школы гуманного отлова животных. Также большой проблемой является острый дефицит собственно специалистов, которые этой работой занимаются. И как показывает практика, многие люди, которые задействованы в этой сфере, они профессионалами не являются, значит возникает вопрос гуманного отношения к животным. Вы согласны с тем, что, ну так скажем, не поставлена эта работа на качественный уровень? И как подготовить нужных специалистов? Действительно, Матвей, вы правильно говорите, что воспитывать гуманное отношение к животным нужно, наверное, в высшем учебном заведении даже поздно. Это нужно начинать с детства. Но ветеринарный вуз, естественно, ветеринарные врачи это настолько гуманная профессия, что воспитание гуманного отношения к животным, бездомным и домашним, к любым животным, это должно проходить красной нитью в образовательном процессе любого вуза, в том числе, конечно, ветеринарного. Вот наши студенты, которые приглашены здесь в студию, это волонтеры, которые участвуют в работе, помогают приютам в их нелегкой работе, помогают собирать средства, сами непосредственно ездят в эти приюты и оказывают там помощь. Но дело в том, что вот приюты это лишь только одна из частей проблемы. Вообще, эту проблему, если рассматривать и задаете вопрос, как решить эту проблему, здесь надо подойти, наверное, три основных пункта. Вот сегодня уже говорили о приютах, причем приюты это не только содержание животных, главная задача приютов это размещение, о этом тоже уже говорили, передача этих животных в добрые руки. Я знаю, вот в европейских странах существуют даже очереди в приюты, чтобы приобрести животных. К сожалению, вот воспитание такого гуманного отношения населения это тоже очень важный элемент. Второй элемент, о котором мы говорили, это стерилизация. В нашей академии тоже мы участвовали в этих программах по стерилизации животных, и вот здесь присутствует тоже завкафедра хирургии, на этой кафедре проводилась стерилизация животных, и этих животных возвращали обратно. Кастрация самцов, стерилизация самок, их возвращают обратно в среду обитания. И третий, о чем сегодня почему-то мы не говорим, это, наверное, самое главное в борьбе с... не в борьбе, а именно в сокращении численности бездомных животных, это питательная среда. То есть количество бездомных животных в любом населенном пункте определяется ни его размером, ни гуманным отношением, определяется только той пищевой базой, которую имеют животные. Совершенно правильно. Если как только пищевая база становится меньше, становится меньше бездомных животных. Но мы вот о пищевой базе говорим, что вы имеете в виду? Это несанкционированные свалки. Давайте возьмем просто обычные организованные свалки, контейнерные площадки. Они у нас открыты, куда имеют доступ бездомные животные. Причем, что интересно, бездомные животные, они являются биологической защитой человека от других, то есть имеют свои положительные моменты. Бездомные животные, они не дают доступа в города диким животным. Сюда не заходят волки, лисицы, потому что бездомные животные охраняют свою территорию. Кроме того, бездомные животные являются пищевыми конкурентами. Крыс, мышей, голубей, ворон, которые тоже являются разносчиками очень серьезных инфекционных заболеваний. И поэтому привитые, стерилизованные животные, которые отпускаются обратно в среду, в город, они защищают нас от вот этих вот проблем, о которых я только что говорил. Поэтому сокращение, чтобы быстро сократить количество бездомных животных в городе, нужно ликвидировать пищевую базу. По данным тоже зоозащитных организаций, 80% бездомных животных подкармливают сами люди. Те, которые потом говорят и жалуются, что их кусают, на них нападают. 80% бездомных животных подкармливаются на стоянках, в больницах, при столовых, при кафе. При каждой такой структуре существует несколько животных. Кошек, собак. Я не говорю, что это плохо, но они должны быть не там, они должны быть не на улице, они должны быть в приютах. Понимаете, это немножко... Тем не менее, в некоторых западных странах именно подкармливание запрещено. Вот, потому что это пищевая база для бездомных животных. Эти животные должны находиться в приютах и уже передаваться владельцам, которые захотят их у себя держать, о них заботиться. Евгения Нуралимовна, долгие годы защитники ждут принятия закона о защите городских животных, проект которого лежит в Государственной Думе. Согласны ли вы, что в этой сфере нам действительно не хватает полноценного закона и законодательной базы? Вы знаете, в общем-то, для решения проблемы, например, даже в нашей республике уже в общем-то база есть. Вот этот порядок отлова в республике, который принят, значит, единственное, чего нет, так это приютов. Я бы вот хотела вас поправить, в Германии как раз не на деньги зоозащитных организаций задержатся эти приюты, в Германии как раз муниципальный приют. Объясню, почему. То есть, вот говорили о бешенстве, об опасности заболевания, бешенства, например, о покусах, тоже скажут, что много покусов. То есть, у нас обязанность государства предупреждать заболевания общие для человека и животных, у нас обязанность государства обезопасить граждан. И это прописано у нас в федеральном законе об исполнительной власти. Там четко есть, что отлов и содержание это обязанности государства. А раз у нас есть обязанность у государства, значит, у него должны быть и условия для исполнения этих обязанностей. Правильно? А зоозащитная организация «мы в помощь». Работы всем хватит. Но в республике должны быть построены приюты государственные, потому что сейчас что произошло? Произошло наделение полномочий районов, то есть вот эти государственные полномочия передали районам. У меня никаких претензий к главам районов нет, потому что им не передали материальную базу, как положено по Конституции, по федеральным законам. Им только передали деньги. А как они эти деньги должны использовать? Вы разве не считаете, что деньги, которые выделяются на уровне 26 миллионов субвенций, да, возможно, они и, наверное, не хватают, но, тем не менее, деньги выделены? Нет. Я вас перебью, пожалуйста. В Конституции четко прописано, и в 184 законе прописано об исполнительной власти, и в 131 законе в федеральном о местном самоуправлении. То есть есть четкий порядок наделения полномочиями. Это передача материальных и финансовых средств субвенций не или-или. Вот если вы посмотрите вот эти расценки, стандарт, да, которые выделяются районом, да, суммы небольшие, например, на Зеленодольский район 90 тысяч. Зеленодольский район находится на двух сторонах Волги. Вот на 90 тысяч наш глава района что должен сделать? Кого отловить и стерилизовать? На 90 тысяч рублей в год. Две стороны Волги. Но мало того, что я еще раз хочу повторить, что передается материальная база и необходимые финансовые средства. Я согласен. Безусловно, должно быть активно работать. Поэтому мы только за строительство приютов государственных. Я согласен. Но в то же время давайте подойдем к этой теме с другой стороны. Наверное, вот при таком отношении, когда, значит, вот как ректор, значит, ветеринар-академик, как раз Рустам Хамитис рассказывал, значит, когда создается пищевая база, когда, значит, хозяева сегодня отпускают или ее, значит, говорят, что это не моя собака, когда, значит, их становится больше, ни один бюджет его не сможет практически прокормить, поддержать. Поэтому она, эта задача, она комплексная. Она комплексная, я согласна с вами. Поэтому какой бы большой бюджет ни было, если мы не будем параллельно работать и по, значит, регулированному количеству, я согласен с вами, значит, в том же, вот мы с вами побыли в приюте, как называется наш уют, как называется? Веддом. Веддом мы побыли. Там вполне, значит, хватает мест. Можно расширить. Поэтому не так, они уж, честно говоря, сложные. Это вопрос, он должен быть и муниципалом, и, значит, скажем, людьми надо поработать, спонсорами, для того, чтобы содержать, поддержать. Эта работа комплексная. Нет, а приюты должны быть государственные. Давайте все-таки будем соблюдать законы. Положено по закону, значит, пусть они будут. Частные приюты тоже будут. Работы хватит всем. Но сегодня вот есть, Веддом, кстати, это частная организация. Вот она сегодня есть, а завтра нет. Вот когда-нибудь прокуратура докопается все-таки до этого Веддома, да, как бы, признают его недобросовестным исполнителем. А потом я еще хочу сказать. Вот вы говорите, частные приюты. Финансирование идет, тендеры, да. Оплата после услуг, после выполнения услуги. То есть получается, что организация, которая выходит на тендер, она должна быть финансово обеспеченной. То есть у нее должны быть свободные средства, которые она впустит сначала, а потом только им возместят. Правильно? А бюджетно финансируется круглый год. То есть составляется смета, делится и идет финансирование постоянно. Мы же о правах граждан говорим. О здоровье, на здоровье, безопасность. Поэтому мы за приюты. Государственные приюты. Мы тоже за приюты. Мы об этом не раз говорили. И если вы внимательно, у вас здесь часто бываете, и постановление, значит, комитет, мы всегда об этом говорим. Я знаю. Но уже есть. Вот некоторые, например, Ознакаеве. Ознакаеве сейчас они строят. Еще других. Муниципальные приюты? К сожалению, мало. Пока мало. Я с вами согласен, пока мало. Мы как-то обходим эту тему. Потому что кажется, что она небольшая. Надо приюты обходить. Надо приюты сделать. Я не говорю, что в раз взять и построить. Например, можно сделать дорожную карту. Можно посмотреть плотность населенных пунктов в районах. И сделать какие-то смежные. Но приюты, они должны быть. И тогда постепенно проблема начнет решаться. Понимаете? Потому что не могут исполнять. Не исполняют. Мы говорим, что у нас в республике есть порядок от лова. Но он не исполняется ведь. Он не исполняется. Ни одна собака не возвращается простерилизованная. А это необходимые условия. Потому что у нас есть две группы животных. Матвей, у нас две группы животных. Вот сейчас много говорят об ответственности владельцев. У нас две группы животных. Да, есть владельческие животные. И есть животные, которые уже в нескольких поколениях рождаются на улице. Чисто бездомные. И с каждым годом эти животные становятся более дикие, более хитрые. И их с каждым годом сложнее отловить. Потому что на генетическом уровне они уже передают поколению своему правильно. Но они не совсем, они не агрессивные. Но они селятся возле людей. Агрессивные. Агрессия это оборонительно пассивная у них. От страха больше. Понимаете, и поэтому проблема должна. И ОСВ должно идти. Отлов, стерилизация, возврат. И работа с владельцами должна идти. Параллельно. Но мы, кстати, эту проблему сегодня затрагивали в нашем репортаже. Если уж мы говорим о владельцах, так какие меры вы предлагаете? Может быть действительно карать рублем? А карать рублем, вы знаете, проблема сложная. Ее пока еще и на федеральном уровне даже не знают, как решить. Ни Минсельхоз, ни Комитет по экологии тот же самый. Закон уже много лет лежит. И как раз вот заковырка-то в этом и вопросе. То есть наш народ всегда чего-нибудь придумает. Но мы такие, к сожалению. Поэтому без приютов. Вот сейчас народ испугается, например, от того, что он зарегистрированный, от того, что вы его накажете. Он же может выкинуть, наказали его. А животные куда? То есть сначала приюты, а потом уже давайте карательные меры какие-нибудь. Но сначала приюты, куда это животное. Можно дети, понимаете? Ну и в продолжении нашего разговора давайте поприветствуем Альмира Ахатовича Курбанова, заместителя председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, исполнительного комитета муниципального образования города Казани. В начале... Пожалуйста, возьмите микрофон. В начале нашей программы мы уже затронули вопрос подготовки нашей столицы к предстоящему большому спортивному событию. Расскажите, пожалуйста, собственно, готова ли Казань в сфере защиты или, может быть, освобождение наших улиц от бездомных животных? И, собственно, не стыдно ли будет перед гостями? Спасибо за приглашение на студию. Действительно, в Казани только одно, единственное помещение, приют, которое расположено в поселке Мирном. Одновременно приют имеет возможность содержать не более 200 животных, собак. Это говорит о том, что мы сегодня, разграниченные определенными рамками, можем стерилизацию, кастрацию, лечение проводить только в рамках этого количества помещений, имеющихся. Действительно, городу требуются еще приюты. Мы говорим тоже об этом, мечтаем об этом. Без этого нам не обойтись. И говорим о том, что, чтобы решать этот вопрос, только городу Казани необходимо сегодня построить приют количеством содержанных животных около двух тысяч. То есть одновременно можно было, например, в течение полугода отловить всех собак, находящихся в городе и пропускать через вот эти приюты, стерилизовать, вернуть. Но, к сожалению, вот сегодня вот такие возможности. Что делать сегодня в городе? Мы, ну не мы планируем, во всяком случае, сегодня только одна единственная организация, которая этим занимается. Хотя, согласно закону Республики Татарстан, согласно постановлению исполнительного комитета города Казани, этой работой сегодня могут заниматься любая организация, которая имеет площади для содержания животных, организация, которая имеет ветеринарного врача и организация, которая, ну, хочет заниматься этим вопросом. Есть порядок предоставления субсидий, которые сегодня городу выделены. Но, к сожалению, начиная вот с 2014 года, как передана полномочия города Казани, ни одна организация пока не заявилась, кроме Веддома, для проведения этих работ. Значит, порядок таков, в течение месяца организация, во-первых, дает согласие на проведение этих работ, во-вторых, выполненная работа предоставляет исполнитель комитета города Казани, а этим вопросом исполкомит занимается комитет жилищно-коммунального хозяйства наше, и получает соответствующие деньги. И таким образом, то есть, вот сказали, что аукционы, аукционы не проводятся, еще раз говорю, выделяются деньги в виде субсидий. Поэтому мы ждем, еще раз говорю, мы ждем организации, которые изъявят желание. Этими работами заниматься еще не поздно. Второе. Организация, которая занимается отловом в городе Казани, стерилизация, планирует до июня месяца построить еще на 100 животных вольеры. То есть, не 200, а уже 300 будет. Это уже точно. Но, еще раз говорю, и этого мало, нам нужно развиваться совместно с зоозащитными организациями. Мы встречаемся, какие-то вопросы решаем, но, к сожалению, у нас больше, ну, как сказать, не скажу противоречий, да, они задают правильные вопросы, но на которых иногда нет ответов. Но, сегодня и вот ректор сказал, и другие выступающие, что это зависит не только от исполнения комитета, мы работаем в своих возможностях, в своих... Насколько острый у вас стоит кадровый вопрос? Так ли просто найти специалистов на такую непростую работу? Это кадровый вопрос. Он непроблемный. Сегодня университет выпускает достаточное количество специалистов. У нас в городе очень много зоомагазинов, ветеринарных учреждений, частных, там, где работают ветеринарные врачи. Их достаточно, ну, недостаточно, еще раз говорю, недостаточно пока вопрос, может быть, строительства приютов и дальнейшей работы. Извиняюсь, вот по этому вопросу я хотел задать вопрос. Мы уже не первый раз, значит, с вами встречаемся, наши вот коллеги, они здесь присутствуют, они всегда участвуют в наших заседаниях. Разве нельзя стимулировать, дать, значит, какие-то льготы? Или, значит, поработать спонсорами? Все равно же, значит, Казань город, значит, большой. Поэтому мы каждый раз встречаемся и где-то на этом завершаем разговор. Мне кажется, если бы вы взялись более конкретно, и, значит, при поддержке, скажем, государства и своих вот спонсорами, возможно бы, значит, сегодня вы имели уже на 500 голов. Что вы думаете по этой части? Как? Вот ваше видение. Ну, предложение ждем. Если есть желающие изъявить желание работать с нами, с городом совместно, мы предложение с удовольствием примем. Но вот я назвал на 300 голов, но это тоже, я считаю, шаг, это на 30% увеличение количества животных, которые можно содержать. Если какие-то шаги будем таким образом идти, я думаю, решать вопрос можно. Но, тем не менее, количество приютов, правильно было сказано, не решат эти проблемы, которые сегодня стоят. Потому что начинают законодательство в федеральном уровне и заканчивая гражданами, которые безответственно относятся к животным. И как из дома выгоняют? Такие кормления животных на улицах, это тоже безответственное отношение к животным. Я считаю так. И мы еще продолжим об этом говорить. Проблема бездомных животных сегодня в центре нашего внимания. И мы продолжим дискуссию в большой студии ТНВ сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. И вновь на ваших экранах программа «Трибуны нового века», «Трибуны депутата». Сегодня при поддержке Государственного Совета Республики Татарстан мы вынесли на обсуждение тему бездомных животных в городах нашей республики. Далее предлагаю подключить к нашей дискуссии приглашенных экспертов в том числе. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу их задавать. Давайте с вас и начнем. У меня, знаете, к вам вопрос какой. Вы сказали, что вы ждете организации, которые выйдут, например, выполнять эту работу. А какие вы организации ждете? То есть ведь деятельность довольно-таки специфическая. Это не коммерческая услуга населению. Она не продается. Понятно, что она только в рамках муниципального или государственного заказа. И понятно, что эта организация будет вкладываться в средства, например, чтобы строить приюты. Правильно? То есть для того, чтобы выполнять, у нее должен быть приют. У нее должна быть специализированная машина. У нее должны быть специализированные работники. Так ведь? То есть не на «Жигулях» же мы повезем собак отловленных. То есть вкладываться будет организация только та, которая будет знать, что она выиграет этот тендер или ей предоставит субсидии. А это уже, извиняйте, похоже у нас на коррупцию. Как бы коррупциогенная все-таки составляющая. Если рассчитывать на зоозащитные организации, потому что там частенько такие претензии предъявляют, что вот столько лет, а зоозащитники только, значит, как бы критикуют, но не выходят. Мы благотворительная организация. Еще раз повторяю, мы сегодня есть, завтра нас нет. У нас тоже уже есть объем своей работы, и нам надо или расширяться, но мы существуем на взносы, или, значит, ухудшать условия уже живущих собак. Это мы еще раз просто возвращаемся к тому, что как бы приюты должны быть государственные. И Казань, кстати, ну все-таки не бедный город, красивый, цивилизованный, да, на весь мир известный. Вы можете в устав внести и выделить деньги, и построить государственный свой муниципальный приют. Настолько мест, насколько надо. Вопрос, я считаю, не совсем корректный, да, внести в устав и так далее. Ну, как представители города. Мы работаем в основном государственные, и мы работаем, значит, в рамках, которые нам предоставлены как муниципалитету. Полномочия. Да, полномочия, да. Поэтому, говорит, что устав внести и построить... Это в законе прописано? Не совсем, не совсем. Нет, в законе прописано, что можно вносить в устав. Нет, не прописано. Значит, мы на самом деле ждем, еще раз говорю, не только зоозащитные организации, мы ждем предложения от коммерческих организаций. И не мы говорим, мы 100-200 голов содержания на это время. Давайте начнем с малого. 10, 15, 20, может, где-то какое-то количество. Во-первых, будет конкуренция в городе, так ведь? Какая конкуренция может быть? Конкуренция вот той организации, которая, ну, сегодня критикуется, да, действительно, правильно, может, честно, критикуется. Да, критикуется, мы тоже не совсем согласны тем, которые сегодня в порядке там установлены. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем сегодня. Но давайте все-таки создавать... А среди больниц тоже должна быть конкуренция? Или среди пожарных частей? Ну, давайте еще раз. Это точно такие же полномочия, это точно такие же государственные обязанности. Вы понимаете, о чем мы говорим? О какой конкуренции? Я понимаю, когда это дополнительные услуги какие-то и могут быть конкуренции. Это прямая обязанность государства. Понимаете, и в данном случае, который переданным муниципалитетам, давайте тогда будем объявлять тендеры на школы, на библиотеки, на музеи, на дворцы культуры, на больницы, на все остальное. И кто лучше сделает? В этом отношении дадим ответить. Да, все-таки я считаю, это ваше мнение, я как бы соглашаюсь где-то ваше мнение, но только мы работаем, еще раз работаем в тех рамках, которые нам государство выделило вот в этой части. Понимаете? То есть и в деньгах это ограничено. Мы вам напишем, покажем статью в законе, согласно которой вы можете внести в результаты. Ну, я все-таки считаю, да, критиковать сегодня легко, но с другой стороны, с вашей стороны тоже хотелось бы иметь какие-то движения, я сказал какие-то. То есть найти коммерческие организации или самим защитным организациям, участвовать в этом деле все-таки. Давайте продолжим нашу дискуссию. Младых людей у нас очень много сегодня в студии. Хорошо, пожалуйста, давайте я вас и представлю. В нашей студии сегодня находится главный ветеринарный врач про противопиазотической работе ветеринарного объединения города Казани Галий Мухаммедович Исхаков. Давайте его поприветствуем. Пожалуйста. Мне хотелось бы начать с того, что Сент-Экзюпери сказал. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы говорим много о безнадзорных животных и в то же время забываем о тех владельцах, которые имеют животных, но не несут никакую ответственность. Владельцы животных, они знают очень хорошо свои права, но не знают свою ответственность. Если бы, может быть, в какой-то мере их подключить в виде обложения налогов или каких-то взносов, чтобы потом эти финансы пошли бы на создание тех же приютов, на содержание тех же безнадзорных животных. Вы понимаете? Потому что, если человек взял животное, он несет какую-то ответственность, несет какие-то материальные затраты. Здесь вот много было сказано про заграницу. Там без страховки животные не живут. И они ежемесячно составляют в переводе на наши деньги где-то полторы тысячи рублей. А простое обыкновенное посещение в той же Америке, это обходится в 2,5-3 тысячи долларов. Переведите на наши деньги, и вы получите, что значит содержать животное. Поэтому тут было сказано, что к решению этого вопроса надо подходить комплексно. И подключить не только зоозащитные организации, не только исполнительный комитет, но и тех же владельцев животных. В каком такая инициатива? Ну, понимаете, я вначале свое выступление сказал, это проблема на комплексное. Я бы даже, значит, не стал бы сейчас уже, значит, заискать налоги с тех хозяев, которые держат, скажем, собак. Но, по крайней мере, мы должны, значит, действовать, как вы сказали, мы несем ответственность. Вот как, значит, посмотреть, как проверить, в каком состоянии. Возможно, где-то год или раз, люди должны посмотреть, в каком состоянии находится эта собака. Но самое главное, мы должны регистрировать. У нас сам, у меня начало-начал, это регистрация собак. Если у вас есть, вот, лайка или, значит, там, бобик, кто-то, значит, должен быть какой-то, значит, паспорт, значит, нумерация, чипирование, и мы будем знать. Вот тогда мы будем знать. Вот кто, значит, собаки ведь гуляют не только, значит, бесхозные. Там собак много достаточно, которые есть хозяева, они выпускают. И о чем вы сказали, Рустам Памитович, значит, вот они сегодня, значит, многие приходят, наши контейнерные, значит, где находится храница, значит, отхода, они там, значит, находятся, питаются. А у них есть ошейники. Поэтому я бы, в первую очередь, это регистрация, чипирование. И еще, когда, значит, проходит у вас, скажем, стерилизация, обязательно должна быть или ошейник какой-то, который не снимаемый, или бирка. У нас должно быть правовое поле. Мы должны видеть, вот эта собака моя, или вот эта твоя, это бесхозная, она прошла. Вы же спрашиваете, где-то, значит, эти собаки. Вы задали вопрос, где эти 500 собак, которые мы должны видеть? Если, значит, прошли, посмотрели, получили деньги, значит, провели стерилизацию, лечение, и эта собака, значит, в Кировском районе, или в Ленинском районе, или где-то при Волжском. Мы должны, ну, обычно, на те места выпускают, где оттуда берут, должна быть карта именно на свое место отпускать. Поэтому работа, она требует, мы только в начале пути, и я не думаю, что сегодня, значит, люди смогут оплачивать, вот о чем вы сказали. Нам бы, вот, начать с малого, от того, что регистрации, чипирование, и, скажем, вот... Чипирование как раз-таки и подразумевает, если собака чипирована, достаточно поднести из камер, и мы всю подноготную будем знать, как о собаке, так и о его владельце. Я же не знаю, я понимаю, но этот процесс идет. Но давайте мы посмотрим не только критически. Вот здесь ветеринарное управление, главное ветеринарное управление. Последние годы, скажите, пожалуйста, увеличивается или уменьшается, вот, которые регистрируют собак? В последние годы регистрация увеличивается, но у нас регистрация собак добровольная. Я знаю об этом. Я знаю. Но, тем не менее, люди все равно... Люди, извиняюсь, перебил вас, люди больше обращаются, какое-то увеличение имеется. Ну, это такое еще. Но, тем не менее, какая-то тенденция уже появилась. Какая-то тенденция появилась. Мы сейчас говорим о проблеме, надо штрафы, нужны налоги или там регистрация. Но я думаю, что здесь и телевидение могло бы помочь, например, запустив социальную рекламу. Показав людей, которые взяли себе животных, показав зарубежный опыт, сделав, допустим, какой-то репортаж из Германии или Франции, показав, что на самом деле люди, причем вот часто бывая в европейской командировке или на отдыхе, видят, что идут животные непородистые, какие-то... Ну, вот двортерьер сам настоящий, и люди счастливые идут с ним, гуляют по улице. Поэтому вот социальная реклама на телевидении в том числе, я думаю, что должна тоже сыграть свою роль. И еще, вот если мы говорим там, вот мы помогаем детям, набирая там какую-то комбинацию цифр, и отправляем СМС, почему не провести такой марафон и не собрать деньги на телевидении? Я согласен с вами. СМС, ну, переводите в какую-то сумму денег. 10 рублей, 20, 100 рублей. Я думаю, что найдутся много людей, которые... Сан Хламидович, я 100% согласен. Вот если вы, значит, тоже ознакомитесь с нашими, значит, постановлениями, мы всегда пишем, ТАТ-медиа, ТАТ-медиа, чтобы больше показали, больше рассказывали. Или, скажем, вот бывают конфликтные ситуации. Ну, сколько раз увидели в телевидении? Скажем, вот конфликтные ситуации с собакой. Как быть? Как поступать? Вот скажите, кто сколько раз видел? Поднимите руки, значит, кто нас видел раз, два, три, вот скажем. Значит, на телевидении нашем, ТНВ, значит, эфире, других. Скажите? Видели вы? Видели. Нет. Вот поэтому, значит, Мадвей и вам есть. Есть над чем поработать. Ну, вы, как представляете, нашу мощную, значит, ТНВ, в том числе, эфиры и другие. Нам надо всем, вот как один из товарищей сказал, подойти к комплексу. Ну что ж, давайте еще раз обратимся к нашим молодым людям. Я знаю, что есть вопросы у студентов, которые находятся в этой студии. Пожалуйста, возьмите микрофон, передайте, пожалуйста. И задайте свой вопрос. Здравствуйте, я студентка ветеринарной академии пятого курса. Хотела бы спросить, возможно ли организация больших площадок для выгола собак с обеспечением контейнеров для выброса отходов и пакетов для этого? Давайте, может быть, адресуем представителю администрации этот вопрос. Спасибо. Ну, тема немножко другая, да, то и не о безнадзорах животных. Скорее всего, здесь идет уже о животных, которые содержатся в домашних условиях. Действительно, это тоже вопрос проблематичный. Жители часто задают такой вопрос, который имеет животных у себя дома. В Казани сегодня таких девять площадок, причем даже у нас есть одна площадка, когда при капитальном ремонте двора на территории Новосавинского района небольшую площадку организовали для животных. Это, конечно, мало, но несколько проблем здесь тоже опять присутствует. Первое, я считаю, это выбор места. К сожалению, вот я помню три года назад, когда мы обратились в районы администрации по выбору места земельного участка для размещения вот этих площадок для угла. Жители часто, ну, не согласны, чтобы рядом с их домом находились животные, которые выгуливают. Это первое. Второе. К сожалению, на территории города сегодня свободных земельных участок, которые можно было разместить, осталось очень мало. Это опять, надо будет скорее искать площадки, где коммерческие организации, или кто выкупил этот земельный участок у них, то ли купить, или попросить эту организацию в благотворительных целях вот на этой площадке организовать вот площадки для угла. Ну, это один вопрос, но и другой. Культура самих владельцев животных. Смотрите, сегодня кто видел на улице, чтобы идут, предположим, даже на поводке собака, кто с совком или пакетиком. Нет никого. Вот это, может, даже главная проблема, это культура, которую нужно прививать нам самим, правильно сказали, на телевидении, в средствах массовой информации, зоозащитным организациям, волонтерам. Нам всем надо работать тоже над этим, потому что вот буквально, пример, два дня назад обратился одна жительница, приезжайте ко мне, видимо, к нам на дворовую площадку, приехал, и там на самом деле, но живого места практически нет, люди выводят своих, ну, любимцев, да, собак, но они любимые, но в то же время для детей площадка для игры практически не остается. Это и песочницы, куда кошки, собаки попадают и так далее. Вот это первая даже, не самая площадка, наверное. Ну, а с другой, она взаимосвязана, потому что нет площадок, говорят, выводим, здесь выгуливаем, но с другой стороны, не имея культуру в этом направлении, ну, площадки построй, дойдет ли на полкилометра кто-то с собачкой своей. Ну, я думаю, может, не все дойдут. Если не дошли, тогда уже во всяком случае элементарные вещи соблюсти, ну, в этом направлении. Еще один вопрос, пожалуйста. Передайте микрофон, пожалуйста. Меня зовут Павлова Александра Алексеевна, я студентка 2-го курса ветеринарной академии. И такой вопрос, что будет в дальнейшем с животными, которых отловят и поместят в приюты? Можно я потом ответить? Ну, вообще приюты – это места временного содержания, так называемые передержки животных. Животные оттуда должны, скажем так, находить своих владельцев, чем должны заниматься разные организации. В первую очередь, зоозащитные организации, опять же, телевидение, реклама – это то, что мы уже говорили. И второе – это стерилизация, возвращение обратно. Почему нужно обратно возвращать? Я уже говорил, что биологические механизмы, любой город, любой населенный пункт, крупный населенный пункт, не может быть совершенно без бездомных животных. Бездомные животные есть и за рубежом тоже, они есть. Их гораздо меньше, но они есть, потому что там не создаются, опять же, условия для их питания, потому что там их отлавливают и раздают людям. И вот то, что приют – это временное содержание, это надо понимать. Потому что возвращенное обратно животное, стерилизованная самка или кастрированный самец, они менее агрессивны, они не нападают друг на друга, тем самым они, естественно, не приносят потомство, поэтому не увеличивается количество бездомных животных, не нужно их, меньше нужно средств, чтобы их сокращать. И еще раз говорю, это место временного содержания. Или обратно на место, где она была, эта собака, или владельцам, которые захотят за ней, ну, заботиться дальше. Потому что если этих животных не будет на улицах, а будет существовать пищевая база, эту нишу займут дикие животные, которые придут из леса, из пригорода, займут крысы, мыши. И вот часто видно в американских фильмах, можно увидеть, показывают Нью-Йорк и очень много крыс. Это ведь не фантастика, это на самом деле так. В свое время в Нью-Йорке была принята программа по полному уничтожению бездомных собак и кошек. Чему это привело? Эту нишу заняли крысы. И крысы в подвалах нью-йоркских городов – это на самом деле проблема, которую потом решили только тем, что вернули туда стерилизованных животных, которые не размножались, но они были конкурентами крыс и мышей, которые не давали им там размножаться, на которых они охотились. Ну, просто я бы хотела еще вот вас добавить, и вы, наверное, меня поддержите, что вот этот вот безвозвратный отлов в приют или пояселить их на все время, на всю оставшуюся жизнь, или отстреливать, он дает всплеск рождаемости, правильно? Да, это запускаются биологические механизмы. Да, да, он дает всплеск рождаемости у оставшихся животных. И уже когда собаки приносят не по пять щенков, помете, как обычно, а по пятнадцать. Вот поверьте. Так устроена природа, да. Это биологический механизм. Чтобы сохранить то количество, которое должно быть на этой территории. Да, это природа, и нам с ней надо не бороться, не идти против природы, да. А с учетом этих законов, и тем более, что институт поярковые, ветеринарные врачи вот полностью говорят, да, то есть знают эти законы. То есть с учетом этих законов решать эту проблему. Еще один вопрос. Если человек встречает агрессивное животное на улице, как ему действовать в этой ситуации? Тут можно много привести примеров и научить человека, но иногда это даже не зависит от человека. Животное очень чувствительно. Если человек испугался, и он выделяет адреналин, собака это почувствовала, она нападет. Поэтому единственное, что мы можем посоветовать, естественно, не убегать, не размахивать руками, постараться остановиться. Может быть, и животное остановится, посмотрит, что вы не проявляете никакой их действий по отношению к нему, и спокойно отойдет. И желательно избегать, если вы видите, что где-то собрались несколько, так скажем, безнадзорных животных, лучше это место обойти, не провоцировать. Потому что у животных тоже бывают моменты, и когда они защищают свою территорию, и когда у них время гона, тогда они становятся еще более агрессивными и могут нападать. Ну что ж, к сожалению, время нашего эфира ограничено, и как обычно у нас бывают не все вопросы, которые были намечены, мы сегодня обсудили. Тем не менее, дискуссия в этой студии состоялась, может быть, не всегда мы пришли к общему знаменателю, но для того и дискуссия существует. Тахир Глимзианович, вам подводить итоги. Во-первых, я хотел поблагодарить всех из студентов, которые приехали, и нашего профессора, ректора, наших, как говорится, обсессивников, которые защищают. Наша ведь общая задача для того создать условия, гармоничные взаимоотношения между обществом и животными. Ну, мы иногда говорим, вот, 3 тысячи, 6 тысяч укосов. Ему одного укуса хватает для молодого человека, для ребенка. Вот как уберечь от этого? И проблемы здесь были высказаны, они требуют системного подхода. Есть закон, два закона, которые мы приняли. Мы очень надеемся, что Российской Федерации и Госдуме, этот закон уже давно, как говорится, находится в вздешенном состоянии, все равно должна быть ответственность. Ответственность людей, которые держат. И людей, которые, значит, относятся, игнорировать интересы других, в этом отношении обязательно люди должны, значит, за это отвечать. В то же время мы должны создавать условия для животных. Во всех, значит, муниципальных образованиях, районах надо находить, может, большие, может, маленькие площади. И это все должно быть сивильно. И, безусловно, надо проводить стерилизацию и возвращать на свои места. А не только вот работать в один конец. Вот, значит, приходит приют и больше оттуда не уходит. Они должны возвращаться. Все равно мы, значит, поняли, значит, должна быть гармония. Гармония, значит, между нами. И создавать такие условия. Казань, наша столица, всегда к нам приезжает в гости. Всегда у нас по нему есть и вот будет какой-то даже, скажем, какой-то случай. Он все равно неприятный. Он, значит, не придает нам, значит, как говорится, дополнительного авторитета. Я думаю, значит, наш комитет Государственного Совета Республики Татарстан совместно с учеными, совместно с вами мы продолжаем. Нам еще больше, лучше надо работать, чтобы создавать нормальные условия для людей и для животных. Ну что ж, вы смотрели программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Надеюсь, этот разговор вам был не только интересен, но и полезен. До встречи на ТНВ. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok